То, что мы сегодня именно в квартире Голованова проводим мастер-класс с Владимиром Александровичем, это далеко не случайно, потому что в лице Владимира Александровича он как раз является прямым продолжателем Головановских традиций, поскольку Голованов был равновелик в двух ипостасах, как симфонический дирижок и как оперный дирижок. В данном случае творческая биография Владимира Александровича она именно развивается по этому направлению. Все вы знаете, что Владимир Александрович главный дирижок в Гелькон-операх. А вот я, например, помню замечательное время, когда Владимир Александрович дирижировал в театре Станиславского и Немировича Датченко. И могу сказать вам, что это был праздник для певцов, потому что нечасто можно услышать, когда певцы говорят, «Ох, как это было удобно!» Такое впечатление, что обычно дирижер висит или как-то, в общем, певцы... И вот когда возникают такие отзывы, что как нам было удобно, так ощущение, что дирижер нас вел, мы могли дышать, но какая высшая похвала может быть, зная, как капризны бывают оперные певцы, которые, естественно, заботятся о том, чтобы хорошо просвучать, и понятно, что они ждут такого божья. Я передаю слово Владимиру Александровичу, который вот откроет нам какие-то секреты своего мастерства. В целом я бы хотел свое вступительное слово сделать, может быть, не слишком долгим, но самое главное, хотелось бы подчеркнуть, что основой успешного управления оркестром, успешного совместного музицирования является особая цеховая тайна дирижерского мастерства, которая называется внутридолевая пульсация. В чем смысл этого определения? Представьте себе, что движется, допустим, поезд, допустим, локомотив. Он идет с какой скоростью? Можно. Молодой человек. Службом. Да не обязательно, службом. Постоянно. Как музыка, исключая форматы и баллы, как музыка движется? Она тоже движется все время, правильно? Так вот, дирижерский жест обязан идти абсолютно в новую. Там, где с музыкой, то есть все время в движении. И если мы посмотрим на некоторых горе-дирижеров, которые ткнули, отпрыгнули и зависли, что это? Это элементарные потери контакта дирижера с исполнителем. Дирижерская рука должна, прежде всего, быть в постоянном движении. Для этого есть, помимо очень точно выраженного, как бы сказать, гармоничного движения. Допустим, возьмем поршень в цилиндре. Во время движения он постоянно ходит вверх-вниз. Вертикальное движение преобразуется в круговые. Правильно? За счет коленвала. То есть, все равно, это все время движется. Дирижерская рука обязана делать то же самое. Есть моменты, кажущиеся ощущением стоп. На самом деле нет. Это круговые движения превращаются в вертикальные, или в диагональные, в горизонтальные. Но рука движется постоянно. И вот это самое основное правило развития поддержания дирижерского ремесла. В чем заключается суть внутридаревой пульсации? Прежде всего, в том, что жест от одного изменения направления движения к другому, он должен пройти равномерную скорость в пути. И при смене направления, чтобы всем исполнителям было ясно, что наступила определенная смена. Смена долей, или смена относительно слабых, относительно сильных частей в дирижерском жесте. Таким образом, если мы останавливаем руку, значит это что? Полоска. Нет, не только. Или фирматор. Это итальянская остановка фирматор. Да. Так вот, что означает эта остановка? Отсутствие пульса. То есть отсутствие движения. Значит должен быть полный стоп. Таким образом, чтобы этого ощущения стоп не было, нужно все время руку держать в движении. Вот обратите внимание, у меня локоть идет, у меня плечо идет. Это все взаимосвязано с самым тесным образом. Таким образом, наполненность дирижерского жеста может быть самыми мелкими длительностями. Например, если я дирижирую восьми. Смотрите. Та-та-та-та. Раз-и-два-и. Совершенно ясно, что здесь доля раз, а здесь и. И смена направления движения должна быть однозначно сделана вовремя. Только тогда исполнителям будет удобно. Если же мы сделаем так. Раз, два, раз. Все. Тут будет та-та-ти-та. Понимаете, да? Ощущение неритмичности сразу. Ритмичность это правильная наполненность жеста мелкими длительностями. Теперь посмотрите, я шестнадцатыми подирижирую. Та-та-та-та-та-та-та-та. Две вверх, две вниз. Начало второй пары обязательно при смене направления движения. Теперь, если мы дирижируем трехдольным размером, трехдольным ритмом. Будет, смотрите, раз, два, три, раз. Накрывается третья доля. Есть определенные тонкости, которые называются дирижерскими провокациями. Чтобы сделать очели рано, мы накрываем не третью долю, а вторую. Как бы провоцируя, чуть подталкивая вперед темп. Например, раз, два, три, раз. Это констатация. Вы теперь смотрите, раз, два, три, раз, два, три. Ясно, да? Мы провоцируем, как бы, очели рано. И исполнители, понимающие дирижерский жест, а это, как правило, идет даже от интуиции, может быть, не только от знания, тут же начинают реагировать на изменения, на провокацию изменения темпа. Если мы хотим замедлить, мы должны жест сделать более широкий за счет более крупных частей дирижерского аппарата, для них руки. И тогда невольно срабатывает психологический тормоз у исполнителей, которые сразу же ощущают, что здесь нужно медленнее. Еще один вариант – это поддрабливание. Допустим, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Видите? Это уже, опять же, провокация на ретенут. Другой вариант – раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Видите? Как рука, когда она становится более громоздкой, как у павлина хвостик раскрывается. Так сразу же срабатывает вот эта зрительная реакция, зрительное восприятие и реакция любого исполнителя на замедление. Все понятно, да? Кирилл, руки очень далеко. Далеко от меня самого? Да, да, да. Вот смотрите, показываю вам всем самую обыкновенную реакцию. Вот на таких вытянутых руках сядьте, присядьте на коленки. Присядьте, вот так, так, так. Не, 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 вот так. И теперь на вытянутых руках поднимите этот пульт. Вот так, да. Легко, да? Легко, да? Легко, две минуты, две и больше, да? Легко, наверх. Так вот, вытянутые руки, они нужны, знаете, когда? Вот, допустим, смотрите, я вам покажу такой взгляд. Смотрите, вот. Вы достигаете определенного динамического эффекта, крещендо, фартиссимо, темно, да. Вот, все. То есть, вот, оттолкнулся, вот попробуйте меня оттолкнуть. Вот, 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 вот вытянутые руки, вот они означают как раз, стоп, подальше от меня. А убирайте, я убираю, убираю, убираю. Вот именно, да, даже, видишь, как хорошо. Поняли, да? Какое динамическое раскрытие от него. А, как же, да, да, да. Вот, вот такие руки должны быть. Вот. Не, дальше. Это уже... То есть, достаточно комфортно, срок полузора? Да, это нет, сразу отсутствует эффект контакта и гибкости рук. Ясно? Пошли? Попробуем. Давайте. Что это за нырок такой? Донт дайвинг. Понятно. Отдай мне руку. Отдай, отдай руку, глядю. Плечо отдай. Ничего не висит. Видишь? Вот она. Она заставлена. Она должна падать. Ну-ка. Нет. Отдай руку. Вот, вот, вот. Так, 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 так. Хорошо. Так, и... Смотри. Вот, сделаю что-то. А колбуй меня руками. Ну-ка, сделай, сделай со мной что-нибудь, чтобы я сделал то, что ты хочешь. Вот так смысл. Что ты... Да нет, ты сейчас из меня делаешь предмет малярного искусства. А мне нужно, вот, чтобы, допустим, я отодвинулся от тебя. Ну-ка. Не касайся. Сейчас мы отдельно от музыки, да, разговаривали? Да, конечно. Отдельно. Да, давай. Нет. Смотри. Так, где к носу? Ну-ка, сюда. Ну-ка, вот. Давай, ну-ка, давай, давай. Сейчас. Смотри. Угу. 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 А можете объяснить про свободу дирижёров? Как правильно стоять? Можно сказать, как вы стояете? Это очень просто. Как правило, дирижёры, особенно начинающие, они комплексуют. Они думают, получится или не получится. Да не надо. Надо только вот вместе со всеми вздохнуть, и всё. Этого вполне достаточно. А дальше есть одна замечательная хитрость. Иди рядом. в одном и том же темпе. In tempo permanente sempre alfine con orquestra. E orquestra con maestri. Вот и все. Всего-навсего. Но стоит другое дело трудностей. Я имею в виду, допустим, accelerando, riten, muta. Даже крещение иногда бывает сделать. Очень трудно, потому что не все музыканты могут чувствовать то, что чувствуешь ты. Либо надо точно понимать дирижерский жест. К сожалению, нас не учат дирижирование, поэтому мы не считываем информацию с хороших рук. Я понимаю. Дело в том, что, например, я провел такой эксперимент. Когда я преподавал в ГИТИСе и любой правом центре в Вишневской, то я начал с того, что всех начинающих вокалистов, первокурсников, первоклассников я заставил приходить на дирижерскую гимнастику. Достаточно было трех уроков. И они блестяще поняли дирижерский жест. Никаких проблем не было с этими курсами. Вот и все. А ну-ка, постарайтесь, пожалуйста, чтобы все вместе сыграли. Смотри, возьми яблоко и положи его в другое место. Все, аккуратненько. Не разбей только яблоко. Нет. Вот смотри. Я взял яблоко отсюда, положил сюда. И с этого места взял и сюда же положил. Вот смотри, все будет пиццикат. Пробуй. Коснись. Вот это лучше. А теперь заставь все-таки, чтобы все вместе собирали. Давай. Вот, так, это лучше. Вот чуть-чуть перейдем дальше. Вот, так, это лучше. Вот, так, это лучше. С третьей долей, пожалуйста. Нет. Опять. Не надо впереди идти. Сосредоточь внимание всех над вами же. Смотри. Можно сначала так? Давай сначала так. Сорвим. Вот, так только не толкайте. Сосредоточьтесь. 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 Так. Вот хорошо. Молодец. Не замедляем. Иди, иди, 3. Не бойся. Не замедляем. Так. Стоп! Зачем ты раньше времени это сделал? Давайте возьмем один такт до спонсанта. И вот так же. Теперь замах вниз. Ай, ай, стоп! Ми, до! До просевал. Всем было понятно, что до не будет, а будет ми бемоль две четверти хотя бы. Давай. Ми, до, ре, си. Пошли. Пошли. Второй. Ай, стоп! Стоп! Посмотри. Кто играет? Струны, да? Обрати внимание, вот духовику для того, чтобы извлечь ноту, что нужно сделать? Вздохнуть с ними. А ты не вздохнул. Ясно, да? Давайте, фасоль. Вот нет, вот где мы сейчас остановились? Давайте, со второй четверти. Анна, пятый такт. Со второй четверти. Первый четверть пропусти. Ну, то есть, сделай нервный жест. Раз, раз. Подожди. У тебя музыканты должны идти по этой части тела. Это не нужно. Давай её отрежем. Да? Давай. Не возражает. Не возражаешь, да? Интересно, да? Так, вот чем надо делать. Смотри. Пам-пам. Ну-ка коснись пальчиками. Меня коснись. Ну-ка давай. Вот-вот. Ну не так, так меня, да. Вот смотри. Пам-пам-пам-пам. Смотри. Раз. Ясно? Давай. Касайся. Касайся. Так. Ай. Непонятно. Опять вот этим местом, вот этим местом дирижируешь. А нужно вот этим. Пальчиками. Касайся пальцами. Понял меня, да? Можно оттуда? Да, оттуда же. Ещё раз первую долю. Как же пустую. Первую долю. Раз. Раз. Слушай, слушай. Вместе. Дыши вместе. 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 Тазомах. Так. Это лучше. Вместе. Хорошо. Спасибо. Так. Давайте возьмём. Тазомах. 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 Да, 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 да. Вот отсюда. Один такт до фартисима. Четыре до Олега Вивача у нас. Да? Крещендо, да? Да. Да. Смотри, внимательно. Не нарушай это движение. Всё, давай. Ой, ой, ой. А что нужно сделать? Нужно вонзить шпагу в тело. Ты... Смотри, я вонзил. Трия! Вонзить. Во! Да, да, да. Трия! 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 Молодец! Трия! 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 Стоп. Ну-ка. Ну-ка. Стой там на месте. Достань меня. Достань. Достань рукой. Ну-ка. Достань. Ещё. Вот, молодец. Вот совсем другое дело. Понял меня, да? Мама. Давай, давай. Оттуда же? А, нет. Прямо фартисима. Фа. Трия! 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 Достань, говорю. Да, понятно. Вот, вот достань дяденьку вот это. Понятно. Трия! Давай, пошли. Давай. Вот это лучше. Дальше. Так же. Трия! 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 Ничего, ничего. А если я достань, то куда? Да. Да. Чтобы продолжать постараться. Держи мою, смотрите, зажата, да? Угу. Не играйте! Сам, трим! Трия! А, всё! Посмотрите, как у меня рука свободна. Всё, я свободен. Понятно? Понят, прости. Да? Как, когда вы вывели сделаете задку уже? Всё! Отпустил. Отпустил. Во-первых, темп возьми чуть живее, это медленновато. Это медленно. Теперь давай-ка возьмем начало Олега. Тебе не кажется, что темп этот может быть чуть-чуть живее? Да. А теперь смотри. Это что, стаккато или легато? Легато. Ну а почему ты легато не показываешь? В руках должна быть информация обязательно. Понял меня? Да. Теперь давай-ка возьмем, открой картитуру, кода. Давай теперь коду продирижируй. На сколько ее? На два? На шесть? На два. Ну давай. На два. Стоп. Хорошо. Хорошо. Так. Я для чего тебе это говорю? Посмотри внимательно. наzo, тататататататата. раз два три раз два три раз опять так там да как пульсация сделай чтобы было понятно всем сделай пожалуйста вступление учитывая то что кода перекликается со вступлением друзья мы это очень важная логическая цепь да да чтобы это было как бы арочкой а 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 ясно посмотри какая логическая связь получается да так а вот теперь как нам подойти к моно электро смотри еще один очень важный я сказал таинственный фокус так вот смотри внимательно давайте отсюда возьмем пам 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 Я тебе даю возможность сейчас самом у понять а где нужно ломать темп arrogance да да где можно ломать темп чтобы потом уйти в мено аллегра Попробуй, давай. Стоп, стоп. Ну что, что сломал? Молодец. Ну а теперь надо продолжать линию, как бы на каландо. Что я сказал? А что такое каландо? Помедленнее. Тише и медленнее. Ролентандо. Правильно. Вот теперь смотри. Ты делаешь. Отпрыгиваешь. А нужно рам-пам-пам. Все время вниз-вниз давить. Понял, да? Давай, делай. Пошли. Не спеши. Не спеши. Стоп. Стоп. Не спеши. Понял? Понял? Попробуй. 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 Не спеши. Попробуй. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Раз, два. Раз, два, три, два. Спасибо. Понял? Задача. Теперь смотри внимательно. Можно еще раз? Отхоти. Смотри внимательно, что я сделаю. Как вам будет темп останавливаться? Понятно? Так. Все ясно? Смотри внимательно. 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 Да, 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 комплимент. Вот в этом вся соль твоего, как бы сказать, твоего будущего успеха. Ты очень музыкален, молодец, но руки у тебя часто мешают. Мешают из-за того, что они зажаты. И пока ты зажатой рукой сделал движение, ты опоздал. Или ты сделал это крупнее. Запомнил? Да. Тебе нужно заниматься ювелирной работой. То есть, ну вот, вот смотри, можно как продирижировать с самого начала. Смотри. Смотри, 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 как можно еще. Смотри. Да. Я не начинаю. Понимаешь? Легкость в общении При этом посыл энергетический Должным образом Создающий вот эту атмосферу приподнятости Все, больше к тебе ничего не требуется Не мешай Запомни Все Ай, ай, второй аккорд не вместе И это худые вы того принеси Победить Ни в коем случае Ну-ка, возьмем Так, какой темп Указываемый приходит Что такое кунгрио? Так, хорошо А аллегро? Скоро Насколько скоро? Можно ли эту часть Дирижировать на раз Некоторые тени Ну, естественно Те, у которых связь с олимпом Как говорили Кто быстрее Ни в коем случае на раз Только на три Причем, вот для этого Нужно выбрать темп Что может определить темп В этой части? Вот какое место? На поихе Друзья мои, обратите внимание Я сейчас ставлю очень важный вопрос Как правильно выбрать темп? Какие мнения? Так вам вопрос Правильно Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там- Вот, друзья мои, смотрите внимательно, что значит, что в поле сейчас неправильное отношение к внутридалевой пульсации. Он дергает. Смотрите. Теперь смотрите, что нужно. Ясно, да? Каждая восьмая у меня должна быть в руке. Вот, теперь медленно возьмем в таком темпе. Станислав Дмитриевич, только вы поиграйте. Восьмые ноты, прошу. Станислав Дмитриевич, пожалуйста, по руке, ладно? Чтобы он понимал свои ошибки, потому что он сейчас хулиганит. Нет, нет, нет. Станислав Дмитриевич неверно, неровно играет, да? Вот, у меня с тобой. А я сказал, слышно. А он играет, потому что по твоей руке. Смотри. И все. Вот, еще, еще раз, простите. Вот, смотри внимательно. Ты даешь темп, а после этого следуешь. Все. Дальше ты идешь. Спасибо. Теперь возьмем в третьем такте все. Вот, давайте сейчас попробуем в этом темпе не быстрее. Сейчас в этом произведении мы учимся ходить. Правильно. Без церебральных изменений. Ясно, да? Давайте. Не мешай. Вот так. Хорошо. Да. Отлично. Вот так. Иду более плавно. Более плавно. Так. Да. Хорошо. А теперь возьмем чуть-чуть живее. Чуть живее. Чуть живее. Чуть живее. А теперь возьмем. Вот. С внешним. Внутренним слухом. Бережно отнесемся к этому темпу. Который начинается с третьего такта. Теперь мы продирижируем с самого начала. С первого такта. Чтобы все было именно в том темпе, который будет в дальнейшем. Ясно? Да. Прошу. 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 Вот. Да? Вот сейчас все на место встало. Хорошо. Стоп. Ну и теперь давайте прибавим темп. Хорошо. Прошу. Хорошо. Прошу. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Три. Раз. Три. Раз. Три. Самое главное – это очень ритмичное и точное дирижирование, не мешающее ансамблевой игре и сохранности единого темпа. Три. Раз. Та-ра-ра. Та-ра-ра. Раз. И тут же сразу с первой доли на три. Не надо раньше времени. Ладно? Попробую еще раз. Три. Раз. Робо и с сцсамблевой игроки. Вот и все. Хорошо. Обрати внимание на количество циватитков. Их очень много. И поэтому это особый набор выразительных, вспомогательных средств, с помощью которых ты разнообразишь и, как бы сказать, украшаешь палитру, понимаешь? Поэтому с этим строительным материалом нужно уходиться необычайно рационально. Понял? Да. Они не одинаковые. Я помню. Хорошо. Так, что следующий? Ну, желающих нет? Я только хотел сказать, что ваше присутствие для меня, конечно, большая радость, потому что, знаете, надо... Ну, любой человек всегда относится с большой радостью к тому, что его понимают или ему внимают. Но имейте в виду, что если вы сегодня пришли, значит, вас эта профессия интересует. А коли так, то есть желание показаться или есть желание провериться, задать какие-то вопросы у вас интересующие. Милости прошу. Всегда, пожалуйста, в доме в класс. Но не всегда, я это подчеркиваю. Это связано и с достроением, и с театральной деятельностью. Если нет вопросов, всем большое спасибо. 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 Спасибо.